Всем привет! Наконец-то, может быть, сегодня я чего-нибудь найду. Что значит сегодня? У нас последнюю неделю, точнее 8 дней, был сильный ветер и копать никак. Вроде бы и не холодно, но аушников у меня нету, выезжал, но ничего не слышно. А сегодня, сегодня вроде хорошо. Ветер есть, но не сильный, я думаю, мешать не будет. Вот, объехал я уже 4 поля, где они вспаханы, где такие вот глыбы, как я, походить никак. А вроде вот здесь, поле у меня с правой стороны, вроде бы походить можно. Чего здесь попадалось? Да все попадалось. Советы, Елизавета, Екатерина, Николай, когда-то даже пятак Николая Первого нашел. Красавец! Красавец! Здесь шла деревня, тракт старый, по краю поля, так что поищем, может быть, если нам повезет. Деду взял баранки. Во, покажу. Вот. Покажу. Не знаю, чего сказать, но говорить не буду. Не любит нас этот народ. Если кто-то хочет поговорить, именно поговорить обо всем, заходите в группу, ссылочка есть под видео, поговорим, пообщаемся, поменяемся фотографиями, байками. Так, ну, говорить не буду, потому что хочется покопать, давно не копал, так что смотрим. Вот первый дом. Следов очень много, есть и свежие, но, может быть, чего-то пропустили. Поле большое. Был у меня первый сигнал из разряда. Мусор. Мусор. Но говорят же, первая находка должна быть шмурдяк. Все по плану. Какая-то штучка с виду со следами позолотой. Вот с этой стороны. Прям золото. Ну, шмурдяк, так шмурдяк. Ищем дальше. Смотрите, попалась на глаза, какая куча осколков. Не один горшок разбитый. Ну, походу, времен Союза, но все же. Если ямы в пояс нету, значит, кладухи не было. Во как. Все в осколках, в осколках. Но все равно покружусь здесь. А вдруг чего-то где-то выскочит. Не глянул батареи. Немного. Копнул раз. И выпал. Ну, здесь алюминий очень редко. Я надеюсь, что монитосина. Опа. С первого раза. Так, через камеру плохо видно. Могу не увидеть. Не здесь. Опа-на. Хо-хо. Монитосина. Первая монитосина сегодня. По размерам. По размерам. Кто его знает. Или 2 копейки Александра. Или 3 копейки. Так. Секундочку. Во. Какая красавица. 3 копейки 1878 года. Если я правильно увидел. Это у нас Александр последний. Крутая находочка. Крутая находочка. Красиво. Сохран есть. Это радует. Батареи пол нет на приборе. Это не радует. Но у меня есть батарейки. Как я так не глянул. Первая монитосина. Поздравьте меня. Покружим мы здесь. Покружим. 3 копейки 1878 года. СПБ. Это у нас Александр II. Материал медь. Вес монеты 9,83 грамма. Диаметр 28,4 миллиметра. Тираж 6 миллионов 355 тысяч штук. Трактор, увы, убил всю стоимость. Вот, друзья, дом. Обошел до другой стороны. И вот, смотрите, чего нашел. Такой сигнал надо проверить. Сейчас выкопаю и покажу. О, какое это колесико. Не знаю, чего это было. Вот какого-то механизма. А может быть, пиртянники делали. Какой-то так вот по тесту провел. И остался рисунок. Не знаю, будут варианты. С радостью выслушаю. Но все равно находка. Забираем. И пойдем с вами еще вон туда. Там точно нас ждет монитосина. Ну, а может там походим. Погодка позволяет. Потому что скоро обещают снег. Оно нам надо. Продолжим. Трактор вдали пашет. Вам, наверное, не видно. Вот, смотрите, сигнал. Прям... В чьих-то следах вам должно быть видно. Вот след. Вон, следующий. Вот. Прям... Ну, похоже на что. На совет, на пробку. На все такое. Вот так вот. Сейчас выкопаю и посмотрим. Выкопал. Почему-то долго искал. Вот он. Это у нас, друзья, грусть-печаль. Почему? Смотрите. Сломанная опечаточка. Старая. Я такие находил. Там, где находил монетки Екатерины, Елизаветы. Ну, у меня таких всего пару штук целых. А то все почему-то сломаны. На что мне не везет, это напечатки. Целых очень мало. Крестики. Ни одного еще. И пятачки Николая Второго, Александра Третьего. Все. Забираем. Находка. Продолжаем искать в карман. Пойдем с вами вот так вот. Под этим краем туда еще километр-полтора. А потом назад. Вот так вот змейкой будем ходить. Может быть чего, выходим. Продолжим. Поймал я сигнал. Типичный для совета. Копнул дважды. И вот она вылетела. Та-дам! Золото партии. Когда приседаю, в попу дует. Нидзергут. Триундель, походу. Какой красивый, желтенький. Так, чего тут у нас? Три копейки 1940 года. Это уже Гитлер напал на Польшу. Поделили они уже с советами Польши в это время. Почему это я? Да, просто так. О, красивая. СССР. Золото партий. Забираем. И покружим, покружим. Хочется какую-нибудь зачетную находку. Пятачок или рубчик Елизаветы, желательно. Или губозакаточную машинку. Продолжаем. Три копейки СССР 1940 года. Достаточно частая и недорогая монета Советского Союза. Стоимость трех копеек 1940 года в хорошем состоянии составляет примерно 50 рублей. На всех монетах этого года в гербе СССР 11 лент, что соответствует 11 республикам, бывшим в составе СССР в этот год. Монета из алюминиевой бронзы, ширина 22 миллиметра, вес 3 грамма. Вот смотрите, друзья, вот здесь я выкопал трюндель 40-го. А здесь вот такой очень похожий сигнальчик. Выкопал со второго раза. Правда, копал с той стороны, но закрою ветер. Ой, где тут прибор положим? Не, не здесь. Не здесь. Не здесь. Да что ж ты? Не здесь. Опа! Где-то здесь. Золото, ты где? Так, где-то в руке. Да что ж ты будешь делать, а? Опа-на, монитосина. Хо-хо, какая большая. Наверное, целый пятак. 33-го или 34-го года. Да. Посмотрим. Ну, почти. 5 копеек ранних советов 1931-й год. Частый пятачок в таком году. Но все же, сохран какой-то есть. Не совсем убитая. Трешка была красивая. Это чуток вот здесь жбонь зеленая. Ну, почистим, посмотрим. Если сохран будет, сделаю фотку. А не будет, в конце покажу. В карман. И пойдем еще туда. Так что, не переключайтесь. Уже больше часа прошло с последней находки. Уже чуток и подустал. Сигналов нет, следов моря. Уже возвращаюсь назад. И поймал. Смотрите, какой сигнал. Передателем был похожий. Пепси выкопал. Но я его выкопал. Но глубину показывает полностью. Кто его знает, может. Будем надеяться, что монета. Не. Здесь нет. Сейчас что-то делаем подальше. Здесь нет. Не, не здесь. Это чтоб тебя. Так где же ты есть? Где-то тут. Нет. Может какая-то. Как она? Увидели. Через камеру ничего. Не вижу. О, а. Руки. О-о-о-о, наконец-то. Фух. После часа блужданий. Не маленькая. Ну, по размерам, как двундель Александра. Та, что царица полей. Где-то туда. Так, чтобы не разводить грязь. Секундочку. Ух как. Ха-ха. Это у меня сегодня будет находка дня. Две копейки серебром. 1843 год. Это у нас Николай Первый. Вот эта шайба. Красотень. Ну, с этой стороны чуток потерта. Но номинал читаем хорошо. Красота. Уже у меня коп удался. Хотя иду к автомобилю. Если чего по дороге найду, покажу. Вот эта шайба. В карман. Две копейки 1843 года. Е. М. Это у нас Николай Первый. Материал медь. Вес такой монеты 20,48 грамма. Диаметр 33 миллиметра. Тираж 11 миллионов 20 тысяч штук. Но в нашем состоянии она бесценна. Иду потихоньку к машине. Нашел сигнал. 30, 32. Глубина 2. Сейчас выкопаю и посмотрим. Выкопал. Но почему-то он поменялся. Точно не совет. А может быть, руба упала. Я был уверен, что что-то хорошее. Чистый сигнал. О, где-то здесь. Так, смотрим. О, что-то. Ай, проволока, наверное. Какая-то штучка. Зацеп. Или чего-то похожее. Сейчас. Да, какой-то зацеп или окончание чего-то. Смотрите. Наверное, было приклепано к коже или к какому-то ремню. Походу, старенькая штука. Если кто находил чего-то целое, или есть варианты, подскажите. Интересно. По периоду. Забираем. Забираем. Пойдем дальше. Недаром я стал тут кружить. Вот дом. Конечно, все в следах. Но. Но. Сигнал мечта. Выкопал где-то уже. Сейчас посмотрим. Или не посмотрим. Да, чтоб ты. Ну, вы видели, а? Ну и где ты? Ола. В руке. Клад. Ха-ха. Монета. Круто. Фух. 46 это какая-то старенькая. Или толстенькая. По размерам. Ну, может, Александр Душка. Хотя-то вроде чуть-чуть больше. А может, чего-то Николая Первого. Так, секундочку. Чего гадать. Сейчас посмотрим. Две копеечки Александра Первого. Красивенная. Аккуратная. Круглая. И Орел просматривается. Вроде бы какой-то сохран есть. Нет, Рупик. 1813 год, если я правильно увидел. Обязательно помою и покажу. Красивая монетка. Какой идеальный кружочек. А то они все время какие-то косаные. Так, будем идти потихоньку дальше. Если чего найду, обязательно еще покажу. Идем к машине. Две копейки 1813 года. Е, М, Н, М. Это у нас Александр. Первый материал. Медь. Вес монеты 13,65 грамма. Диаметр 28-30 миллиметров. А вот тираж 64 миллиона 479 тысяч 250 штук. Недаром такую монетку называют царица полей. Вот на краю поля есть такой лужок. Ну, я по нему ходил, здесь сенокос. Ничего интересного. Копано, перекопано, уже все выбито. Потому что земля не переворачивается. И все. Пока шел, было два сигнала. Один вот, уже у кармана и подсох. Походу, это разорванная, покоцанная монитосина. Чего это, не знаю. А второй, вот он. Опа-на. Ха-ха. Но, по всей видимости, это конинка. Потому что, видно было, узорчатый край. Чего такое конина? Это украшение конской упряжи. Сейчас протру. Да, она самая маленькая, толстенькая, симпатичная конинка. Ну что, забираем. Давно не находил. Мне и конинка в радость. В карман. Ну что, все. Дошли мы с вами к машине. Устал. По такой земле ходить тяжело. Это во мне ровное поле, где можно ходить целый день. Здесь часика 4-5 и все. Ноги вот так вот, как у красавицы. Даже плечи болят. Но все равно доволен. Лично для меня, для меня зачетная находка, это 2 копейки серебром Николая I. Люблю такие большие монетки. Люблю маленькие и большие. Номинал читаем. Так что заргут. Мне понравилось, а вам не знаю. Так что скоро зима. Убирать не приходится. Чего-то я с шапкой не угадал. Надо уже потеплее, потому что остатки серого вещества отмерзнут. А так, в принципе, неплохо. Да, друзья, если вам интересно, сколько стоят находки. Не, не мои. А других, более удачливых копателей. Да, век коллекционеров. Находки по древним культурам. Мечи там, сабли, болотом. Также есть золото. Много золота. Разные подвески, амулетики, ароматницы. И, конечно же, находки времен СССР. Те, что на чердаках, за печкой. Такие даже могут быть у вас. Как оказывается, они стоят денег. Если вам это все интересно, я вам ссылочку дам на плейлист здесь. Или здесь. И ссылочка будет под видео. Заходите, посмотрите. Очень интересно, кто чего, почем продает. Отдельно видео есть по оружию и наградам вермахта. Все дам под видео. Так что спасибо, что со мной сегодня копали. Все-таки вместе не скучно. Одному как-то скучно. Брат на работе. Я надеюсь на то, что мы еще в этом году покопаем. Снега пока не обещают. А там кто его знает. Нас синоптики-шутники. Бывает и промазывают, как везде. Так что удачи вам. Взаимопонимания. Любви. Много бабло. Чтобы у вас все было. До новых встреч. Пока-пока. А по находкам у нас вот так вот. Вот такие два колечка. Били как монетка. Но ой. Вот я так понял даже остаток кошелька. Времен СССР. Но он был пустой. Какие-то трубочки. Вот такие вот осколки казанка. Било как монета. Вот какая-то штучка. Похожа на ключик. Но не знаю. Какая-то шелупонь. А по монеткам у нас вот так вот. Пять копеек тридцать первого года. Три копейки сорокового. Три копейки. Не помню. Семьдесят восьмой кажется. Две копейки тринадцатого. О, гвоздь программы. Две копейки. С серебром Николая Первого. Сорок третий. Какая-то жбонь. Сломанные колечко. Печаточка. Монетка убитая. Конинка. Все что интересное. Я уже наверное почистил. И показал вам в видео. Я это дело люблю. Не забудьте поставить лайк. И подписаться на канал. До новых встреч.